Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня тема лекции видеоурока следующего. Человек потерял силы. Заметьте, мы не сказали силу, а силы. Потому что силы у человека бывают разные. Ну, какая? Прежде всего, человек верит в физическую силу, что он может быть вечно молодым, а когда наступает преклонный возраст, то силы начинают физически покидать человека, начинают понимать, что не все-то в его руках. Почему? Потому что сила бывает ума, сила разума, сила мысли. Сейчас вот людей частенько провоцируют на это, что, мол, думай богатей, думай дурей, думай, рисуй себе все-все, и это все мысль. Мысль же материальная. Да, мысль материальная, она даст вам материальное. Но заметьте, не тонкого плана, а материального. Потому, пожалуйста, обуздайте свои мысли, не слушайте их. Почему? Потому что они до добра не доведут никого еще, не довели мысли. Вот. Это сила действовать. Вот частенько человек сидит, сидит и не действует. А под лежачий камень вода не бежит. Вследствие чего человек, что, в себе силу бездействия накопил. Вот и все. Ему что нужно? Противосилу противостоять. Какой? Силу действовать. Он должен что-то делать. Почему? Потому что человек сидячий, там энергетика не идет. А когда человек работающий, энергетика идет. Вот и все. Это сила интереса. Человек проявляет тем или иным наукам силу интереса. Здесь нужно тоже знать и понимать. И мы должны сказать в этой лекции то, что человек не должен силами своими зло употреблять. Потому что это будет зло. Вот и все. Зло. Если он будет употреблять мыслью, голова будет вот такая вот. И он не сможет отключать голову. Ум будет вот такой вот. Он будет все время действовать, действовать, работать. Но нет. Человек должен знать, что каждой силе он должен дать равное количество энергии и времени. Это называется гармония. Простыми словами. Либо по-простому порядок. Все силы, что выставлены порядок. В ряд. Вот и все. Элементарно берете силу на сегодняшний день, ее используете. А на завтрашний день оставляете ту или иную силу. Это сила влечения. Здесь нужно быть осторожным. Это сила души. Человек должен что? Чувствовать душу. Какая она сильная, не сильная. Может ли он выдержать тот или иной пост, либо обязанности духовные. Это сила воли. Волевой человек. Это сила выносливости. Насколько человек может вынести все эти силы, пользуясь ими. Это очень интересная сила. Почему? Потому что с ней тут не то, что экспериментировать нельзя. Тут надо точно дать ответ. Да, я смогу. Или да, я не смогу. Вот и все. Ну и, конечно же, все силы контролируют, либо сливаются, либо концентрируются, правильно, в силу энергетику, в силу энергетическую. Итак, сила энергетическая берется с точки ВЦ4. Гуань-юань. Эта точка нам может помочь, скажем так, возбудить в нас, проявить, дать толчок той или иной силе, о которой вы услышали и о которой мы не смогли еще во всей этой лекции сказать. Потому что сил очень много в нашем с вами организме. Вот и все. Что нужно данную точку? Прогревать, если человек утерял силы. Не силу, а силы. Здесь нужно на точку воздействовать ритмично. Раз в 4 дня вы имеете право воздействовать на данную точку, прогревая полынными сигарами строго в утреннее время от 10 до 20 минут. Таким самым что, активизируя в себе те или иные силы, которые помогают вам, либо помогут вам влиться в вашу гармоничную жизнь. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.